Дорогие друзья, когда я общаюсь с активными христианами в церквах и со служителями церквей, то с удивлением обнаруживаю, что в основном говорят о служении, как эффективно служить, как мощно проповедовать Евангелие, возникает чувство, словно у всех у нас есть в кармане познание Бога. Ну, это не стоящая вещь, не стоящая даже, чтобы об этом говорить. Все мы знаем Господа. Главная задача, как можно более плодоносно проповедовать об этом Боге. Вот почему есть немало больших церквей, эффективных служений, и при этом мы регулярно слышим о падениях и о скандалах, связанных с известными проповедниками и с известными служителями. Почему? Да потому что можно построить большое служение, можно создать большую церковь, но при этом жить далекой жизнью от Бога. Скажешь, а почему церковь большая? Ну, благодаря нашим дарам, нашей харизме. При этом мы точно такие же, как директора или менеджеры успешных предприятий. Познание Бога не прикладывается к нашему служению. Иисус говорил, что мы должны прежде всего искать Царство Божие. Это не то, что у нас в кармане, и об этом даже не стоит говорить. Это самое главное, это основное. Иначе мы просто деятели различных религиозных организаций, во что, к сожалению, вылилось немало христианских служений. Поэтому мы проводим уже не первый год в нашей церкви библейские курсы, куда приезжают желающие не только из Екатеринбурга, но и из других городов. Мы в течение девяти месяцев, с сентября по май, и изучаем Священное Писание, и сами стремимся пережить Господа, переживать Его каждый день. У нас есть и загородные выезды многодневные, где мы практикуем молитву созерцания или вот эту древнюю христианскую молитву, как называли ее, молитву тишины. И каждый день мы стремимся познавать Его. То есть не только наполняться учениями, наполнять нашу голову знанием, но развивать нашу духовную практику, что, к сожалению, было во многом в наших церквах утеряно. Наша конференция, наши семинары — это просто передача знаний. А где духовная практика? Где духовные упражнения? Где личный духовный опыт? Ведь это самое главное. И Иисус говорил, что все остальное к этому должно прилагаться. Мы не можем дать другим, чего у нас нету самих. Мы не можем людей знакомить с Иисусом Христом, если мы сами Его не знаем. Все, что мы можем, это просто увеличить численность наших религиозных организаций. Только зная Бога, ты можешь делиться этим знанием с другими людьми. Иисус говорил, что «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога». Вот в этом жизнь, не в работе, даже в самой прекрасной, благотворительной, церковной работе, какие-то репцентры, социальная деятельность — это все хорошо, как следствие. Но должен быть центр. И этому центру мы должны уделять больше всего внимания. Это должно быть прежде всего. Поэтому я приглашаю вас, приезжайте к нам в Екатеринбург в сентябре, где мы проводим наши библейские курсы. Я верю, Бог благословит вас. Мы будем стремиться лично переживать Его, лично познавать Его. Будем знакомиться и со Словом Божьим, и с практикой христианских церквей, духовной практикой, многих великих отцов веры. Как они переживали Его, как они были посвящены вот этим духовным переживаниям. Потому что Бог реален, и общение с Ним — это очень реальная вещь. Приезжайте, будем познавать Его. И для меня выпала честь сегодня поделиться с вами Словом Божьим. И нас сегодня мало. Мне хочется сказать, нас мало, но мы в тельняшках. Но мы не в тельняшках, а те, кто нас плавит, наверное, в тельняшках. То есть часть людей у нас, служители, пастор, служители, они на сплаве по реке Чусовой. Часть людей нашей церкви в молодежном лагере. Но мы с вами здесь. И Господь с нами здесь. Аминь. И вот мой маленький сын, он сегодня тоже уехал к бабушке. Уехал, ждал этот месяц. Хотела как раз с этого начать. Два месяца назад у нас был выпускной в детском саду. И был такой замечательный праздник. Родители, кто через это прошел, вы знаете, там и танцы, и песни, и все. Но воспитатель... Здесь вот немножко фонит, вообще очень плохо. Пожалуйста. И воспитатель каждому ребенку посвятила стих, подметив его особенности. И вот моему ребенку она написала, вот первые две строчки этого послания таковы. Глеб внешне тихий, скромен он, а внутри его огонь. Но кто знает Глеба, он таков и есть. И вот ребенок думал два дня, и на второй день у меня спрашивает. Мама, а почему Любовь Ивановна написала, что внутри меня огонь? И вот тут наступил звездный час для меня, как для мамы, поговорить с ним о добре и зле, поговорить обо всем, о смысле жизни. И я говорю, ну Глеб, знаешь, вот огонь это хорошая вещь. И то, что внутри тебя, это твой характер, твое сердце. Это и есть огонь. Ты очень огненный, ты такой эмоциональный мальчик. Но знаешь, огонь, он может быть, он может просто все сжигать на своем пути. И он может приносить зло. И просто люди могут убегать от огня или бороться с ним, или будут держаться подальше от огня, потому что он может причинить боль или зло. Но знаешь, огонь, он может быть еще и добрым. И к этому огню будут тянуться, он будет согревать, на нем можно приготовить пищу. Ну, в общем, вот такая вот у меня была теория об огне. Ну и все, ребенок это услышал, и все. И оказалось, что он усвоил этот урок. Вот где-то недели две-три назад, одним субботним утром он просыпается, открывает глаза и говорит, мама, мы сегодня идем на молитву в церковь. Я говорю, может, ты поспишь еще? Говорит, нет, пойдем в церковь на молитву. По субботам здесь проходит молитва. Он встал, я удивилась, что ребенок встал, оделся, позавтракал, и мы идем. И вот знаете, у меня такое чувство, какое-то чувство, что я не сделала. Обычно каждое утро, родители знают, когда ты отвел, собрал ребенка, одел, отвел его в садик, ты уже совершил великую победу. А тут мне какой-то, мне никакой победы не нужно было совершать. Ребенок сам оделся, пошел туда, куда надо, и меня за собой повел. И я вот иду и думаю, неужели так бывает? И говорю ему, ну что-то я так сегодня удивлена твоим поведением и очень обрадована. Он остановился, и вот видели бы вы тон, слышали бы тон и видели бы взгляд, каким он сказал. Он такой, мама, добрый огонь. Вот так сказал он. Добрый огонь. Я говорю, что, что я даже сначала не поняла, не сразу поняла, о чем речь. Он такой, добрый огонь. Подтекст его послания был таков. Это же само собой разумеющееся, это просто добрый огонь во мне. Я такой и есть, не удивляйся. И вот я думаю, иногда мы так, наверное, Господа порадуем чем-нибудь. И он говорит, ты так меня удивил сегодня, я тобой горжусь. А ты говоришь, Господь, ну ничего особенного, это просто добрый огонь. И вот, наверное, то слово, которым я хотела бы поделиться сегодня, я бы назвала добрый огонь. Что это за добрый огонь? Давайте откроем песню песней, восьмую главу. С шестого стиха. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твое. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Я хотела бы говорить, вы догадались о чем? О пламени любви. О пламени любви. О пламени Божьей любви. Которую не могут потушить большие воды, и реки не зальют. Вы знаете, Божья любовь, это как алмаз. Со множеством, множеством граней. И у каждого из нас он свой. У тебя есть личное общение с Богом. И ты, и у тебя какие-то особенные взаимоотношения с окружающими тебя людьми. И вот этот алмаз, я не знаю сколько карат он. Но он ценен, он драгоценен, потому что это сокровище от Господа. В послании Коринфянам, во втором послании Коринфянам, в четвертой главе такое местописание есть. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Знаете, что мы внутри себя носим, это сокровище под названием Божья любовь. И этот алмаз, который всегда при тебе, и это сокровище, которое в тебе, это тот потенциал, который Господь тебе дал, чтобы прожить эту жизнь наполненную любовью. Давайте прочитаем первое Коринфянам, 13 главу. Знаете, ни один великий поэт или те, кто посвящал, может быть, оды любви, ни один великий поэт, талантливый человек не сравнится с 13 главой первого послания Коринфянам. Я бы хотела привести какой-то, может быть, какой-то возвышенный стих о любви, но знаете, ничто не идет в сравнении с тем, что Господь сам через апостола Павла написал в 13 главе Коринфянам. Если я говорю языками человеческими и англесскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я опознан. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Просто захотелось эту главу целиком прочитать, потому что здесь просто дух любви. Дух любви. Знаете, любовь — это словно жизнь. Жизнь, которая внутри тебя. Как тело без духа мертво, так и наша жизнь без любви, она какая-то сухая. Есть канва событий. Канва событий. Может быть, успешных событий. Но если нет любви, то эта канва, она слишком скучная. Она прерывистая, эта канва. Моя жизнь, она тогда теряет смысл, словно я теряю жизнь внутри себя, или мое тело теряет влагу, например. Просто все, все сохнет без любви. Но знаете, любовь, она наполняет смыслом все дни нашей земной жизни. Она придает силы в самом тяжком труде. Она дает терпение и мир в страданиях. Она наполняет радостью и смыслом даже обыденные дела и заботы. И с другой стороны, все самые великие события в твоей жизни, или твои какие-то подвиги души. Подвиги, когда ты... Ну, в 13 главе здесь написано, что когда ты и тело-то свое отдаешь на сожжение, или чем-то жертвуешь, но любви не имеешь, то это напрасно. И когда я думала, кого бы я хотела привести из героев Библии в пример настоящей любви. И знаете, мне пришла одна женщина на ум. Я знаю, что мы в этом даже году уже несколько раз упоминали о ней. Это Мария, у ног Иисуса. Давайте откроем Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 14 глава. Не знаю, почему, но она мне близка. Она мне близка. Я иногда чувствую, как будто бы, как и она. Я сижу у ног Иисуса и просто всю свою жизнь разбиваю у Его ног. И я не знаю, что будет в будущем. Я не знаю, что меня ожидает. Я просто у Его ног. И я знаю, что моя судьба, она в Его руках. Итак, Евангелие от Марка, 14 глава, с 3 стиха. И когда был Он в Вифане, в доме Симона Прокаженного и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного. И разбивший сосуд возлила Ему на голову. Некоторые вознегодовали и говорили между собой, к чему сия отрата мира. Ибо можно было бы продать Его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим. И роптали на Нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою. И когда захотите, можете им благотворить. А Меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело Мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И вот сегодня исполняется Писание. Сегодня мы упоминаем и говорим об этой женщине. Вот давайте абстрагируемся и просто посмотрим на события. Хорошо, Иисус, великий учитель, как его считал еврейский народ. Его окружают мужчины, следующие за ним. И также он вошел в дом Симона Прокаженного. И там, возможно, было еще много других людей. И вот женщина, женщина, восточная женщина, она просто пробирается к Иисусу. Она вошла в этот дом. И она делает нечто странное. Ну, во-первых, она у его ног садится. И во-вторых, она странным образом начинает проявлять эту любовь. Она, вот мы выбрали, может быть, какое-то изображение, чтобы вашему воображению это помогло. Она просто берет вот этот сосуд нардового, чистого масла, которое она собирала всю жизнь. И вот так, если честно говоря, подумать, как ей только в голову это взбрело. Вот как ей только в голову это взбрело. Просто взять то, что она хранила, то, что она собирала, и в чем ее будущее. Она собирала это как преданное для будущего. Но что-то овладело ей изнутри. И она приняла это решение. И она совершила этот безрассудный поступок. Действительно, это очень кажется странным, то, что она сделала. Очень странным. К тому же, еще эта история описывается в Евангелии от Иоанна. Она стала просто волосами вытирать ноги Иисусу. И Он не воспрепятствовал. Она стала прикасаться к Нему. И, ну, странно выражать свои чувства, свою любовь. И, как всегда, тут же нашлись те, кто сразу же сделал выводы. Знаете, душевный человек, написано в послании к Коринфянам, написано, душевный человек не принимает то, что от Духа Божьего, потому что почитает это безумием. А об этом нужно судить духовно. Но вот две точки зрения здесь. То, что очевидцы решили. Здесь даже не говорится, вот именно в Евангелии от Марка, здесь не написано даже, что это Иуда сказал. Просто, возможно, толки такие были среди людей. Что она делает? Во-первых, поведение ее странно. Но, во-вторых, это же экономически необоснованный поступок. Что она делает? Она вообще подумала о своем будущем. Зачем это? Если она хочет пожертвовать, пусть сделает так и так. Но что Иисус сказал? Он сказал, оставьте ее. Она доброе дело сделала для меня. Понимаете, вот буквально эпизод в жизни Христа. И Мария вот этим своим поступком, она правда, она же не накормила там много нищих. Она не повлияла на судьбы народов. Она не повлияла даже на призвание Христа, потому что ему надлежало пойти на крест, он пошел. Но вот эта мелочь, вот этот эпизод, он какое-то значение имел для Христа. Во-первых, он готовился к своей крестной смерти и исполнить то призвание, для чего он пришел на землю. И она этим поступком, этим выражением любви, она словно бы поддержала его. Она как могла выразила свою любовь. И во-вторых, это помазание миром, оно было пророческим. И это поддержало Иисуса исполнить то призвание, для чего он пришел. Просто безрассудная, казалось бы, женщина, эмоциональная женщина. Ну, я знаю, многие современные мужчины бы сказали, о, эта женщина, вы такие эмоциональные, вы такие порывистые. Но знаете, этот поступок, он был не из ее женской психологии, не из ее эмоций. А этот поступок, он был просто из самой глубины сердца. Вот из этого, это пламя любви в ней горело. И этот поступок, он был совершен по любви Божьей. И знаете, когда вот ощущаешь как-то поступить по любви, сразу начинается борьба. Возможно, вокруг тебя, но чаще всего внутри. И две точки зрения точно всегда есть, может быть, их и больше. Душевный человек говорит, о, это безумие. То, что ты сейчас собираешься делать, это безумие. Это не любовь Божия, это просто твои эмоции, это твой порыв. Сядь, все просчитай, хорошо подумай. И только тогда реши. И я понимаю, что при множестве советников дела состоятся. И будет успех. Но советуйся с Духом. Советуйся с Духом Божьим. И любовь Божия внутри тебя, она наряду вот с этой точкой зрения, когда тебе говорят, что это безумие, то, что ты собираешься делать. Любовь Божия внутри тебя, она мягким нежным голосом подтверждает тебя. Дерзай, дочь моя, сын мой. Это правильно. Это выражение любви. Делай это. Не бойся. Знаете, что такое любовь для меня? Это превосходнейший путь. Это стиль жизни. Поступать по любви. Ведь любовь, она проявляется не только в каких-то великих делах или поступках. Иногда в самый какой-то критический момент, нужный момент. Может быть, тебе нужно разбить мира. Все, что ты имеешь, разбить. Но наша любовь, она также проявляется в нашей ежедневной жизни. Когда тебе приходится в обыденных делах, в обычных делах, в житейских делах, на работе, в семье принимать решения. Когда тебе нужно выбирать между любовью и эгоизмом. Между справедливостью и милостью. И вот это любовь. И это узкий, но превосходнейший путь. И ты думаешь, как я могу любить? Знаете, как только вы зададите Богу этот вопрос, Он покажет вам, как ты можешь любить своих ближних. Он покажет, что ты можешь сделать для своего ребенка, для своего мужа, жены. Он покажет, что ты можешь сделать для своих коллег на работе, для своих друзей. Он покажет, что ты можешь сделать даже для посторонних людей. Потому что любовь Божья, она всегда куда-то ведет. Это путь. Это путь. Любовь, она поведет тебя. Просто пребывай в любви Божьей. И ты думаешь, ну а как поступать по любви, как? Я вам открою секрет И этот секрет с одной со стороны неутешительный, а с другой очень прекрасный Знаете, все попытки любить без Бога потерпят фиаско Твоя воля подведет тебя Обстоятельства, они не будут благоприятными И твои человеческие силы в какой-то момент закончатся Но что тебе нужно? Просто быть у ног Иисуса Давайте откроем снова песни, песней, но уже четвертую главу Знаете, для меня секрет Секрет, как любить Это познавать любовь Божию Это встречаться с ним и быть у его ног И тогда мне легко любить Тогда мне легко ему сказать Господь, это просто добрый огонь, ведь ты мне его дал Песня песней, четвертая глава Шестнадцатый стих И вот буквально несколько месяцев назад Бог как-то открыл мне этот стих Как любить Как любить Как любить А просто ощущать ветер его Ветер, который поднимается с севера И веет с юга И тогда твой сад, он будет приносить ароматы Он будет источать ароматы Благоухание о нем Тогда тебе не будет в какой-то сложной ситуации принять решение Я согласна, что иногда нужно достигать любви И принимать решение любить Но все же, все это мы носим Эти сокровища в глиняных сосудах И эти сокровища от Господа Это добрый огонь от Господа И секрет в том, что тебе нужен просто ветер от Бога Тебе нужно встретиться с Ним И когда Дух Святой сходит на тебя Тогда ароматы льются из твоей жизни Из твоих уст, из твоего сердца И эти ароматы Как благоухание о познании Господа И это приятно для окружающих Это тот добрый огонь, который есть в тебе То сокровище, которое Бог дает И какое-то время назад Может быть это будет слишком лично, что я сейчас скажу Но это то, что, как Иоанн говорит о том Что мы видели и слышали о том, говорим вам Я вот, знаете, хочу просто засвидетельствовать о том Как Бог, Он Как Бог коснулся меня какое-то время назад И это было в личной молитве Господь, Он коснулся моего сердца Своей любовью И именно в тот раз Он мне сказал Посмотри на свое сердце Оно не право Оно не право Я говорю, Господь Как не право? Я не делаю ничего плохого Я никого не обидела Я ничего не украла Я ничего плохого никому не сказала Но Бог говорит Посмотри, твое сердце Оно расстроено И этот горький корень Он может заразить тебя всю Это может повлиять на всю твою жизнь Ты расстроена Из-за поведения Другого человека Господь, ну я Я молилась, я благословляла Я ничего плохого не делала Бог говорит Мне этого мало Знаете, в книге притч в 4 главе написано Больше всего хранимого Храни сердце твое Ибо из него источники жизни И ты говоришь Господь, я ничего плохого не делаю Бог говорит Мне этого мало Твое сердце Это источник жизни И если этот источник заражен То все остальное То та вода, которая из тебя течет Она будет горькая Это уже не будет та живая вода Которая оживляет Я поделилась со своей подругой Она была в курсе этой ситуации Она мне говорит Послушай Ну ты слишком самоедцем занимаешься Ты ничего плохого не делала Я даже восхищаюсь тобой Как ты себя благородно ведешь Я говорю Ну слушай Меня Господь обличает Мне Господь говорит Что мое сердце неправо Она говорит Ну мне кажется Это глупость Ты имеешь право На собственную точку зрения У тебя есть Женская гордость У тебя есть достоинство Но я понимала Что это не самоедство Я не копаюсь в себе Это обличение Оно пришло от Духа Святого И Господь сказал Храни свое сердце Твое сердце должно быть чисто И знаете На меня пришло такое сокрушение И плач Такая боль за другого человека И мне Господь просто сказал Вы мои дети Вот знаете Вот знаете просто Несколько лаконичных фраз В моем сердце Вы мои дети Вы так искусно раните Друг друга даже молча Покайтесь Покайся И твори твои прежние дела Дела любви Он мне словно бы сказал Что за вас за каждого Заплачена дорогая цена А вы просто Так Легкомысленно раните Друг друга Вы словно бы Попираете любовь Божию Вы попираете Любовь Божию И знаете Это пришло на самом деле От Духа Божьего Потому что Я говорила Как Апостол Павел Когда он Там Савл Он упал С лошади Я слеп Я говорила Господи Что мне делать Это Такое обличение Пришло внутри меня Я хотела Исправить Те ошибки Может быть Даже о которых Человек и не догадывался Но это Мое сердце Я говорила Господи Дай мне Возможность Исправить Дай мне Как-то Выразить Свою Божью Любовь К этому Человеку Исправь Пожалуйста И Господь Дал Возможность Исправить Он дал Мне Возможность Показать Любовь Божью По отношению К этому Человеку Он Использовал Меня Я думаю Для благословения Этого Человека И Господь Говорит Вот теперь У тебя Из чрева Течет Живая Вода Не горькая Вода Но живая И Он Говорит Ты никогда Не должна Стать тупиком Для моей Любви Никогда Не должна Стать Тупиком Для моей Любви Ты принимаешь Но источаешь Горечь И Господь Не дал Исправить Это И это Пришло От Его Духа Это Пришло Это Пришло Словно Как ветер Правда С неба Когда Он Касался Меня Я знала Что я должна Делать Я знала Что я должна Молиться Я знала Что я должна Поговорить Я знала Я так Усвоила Этот урок Поверьте Я так Его усвоила И Это Как будто бы Написало Это послание Любви Божьей Оно Как будто бы Теперь написано На моем Сердце И когда Например Наступает Какая-то Ситуация Господь Ты помнишь Урок Моей Любви И Знаете В тот День Вернее На следующий Я Решила Осмыслить Все Что Происходило Я Стала Молиться Я говорю Господь Я так Не хочу Эти моменты Когда Твой Ветер Дует Касается Моего Сада Я источаю Ароматы Любви Это Так Прекрасно Но Это От Тебя Я Не хочу Чтобы Это Прекращалось В моей Жизни И Было Такое Переживание Любви Божьей Как будто Дух Святой Интерпретировал Коринфянам 13 Главу Для Моей Жизни И Знаете В тот Вечер В ту Ночь Я Написала Кое-что В своем Дневнике Хотела бы Это Прочитать Я Просто Делюсь С вами Только Потому Что Я Хочу Чтоб Вы Также Получали Уроки Божьей Любви В своей Жизни Также Получали Уроки Божьей Любви Давайте Закроем Глаза И Вспомним Все Ситуации Или Людей Или Не нужно Сейчас Копаться Но Я знаю Что Господь Он Покажет Вам Покажет Что Вы Должны Делать Как Поступать Покажет Вам Если Вы Кого-то Чем-то Обидели Как Захей Воздам Вчетверо Что Делать Как Поступать Но Сейчас Не Это Важно Это Придет От Духа Божьего И Вот В тот День Я Записала Я Говорю Это Как Будто Вы Знаете Слова Родились В Моем Сердце И Это Было Как Будто Дух Святой Интерпретировал Коринфянам 13 Главу Для Моей Жизни В Тот Момент Любовь Она Ждет Зовет Покрывает Но Не Требует Не Предъявляет Не Вторгается Не Контролирует Любовь Бережно К Другим Трепетно Прекрасно Дает Свободу Но Надеется Делает Шаги Но Лишь Для Блага Другого Дает Но Не Требует Взамен Не Взывает К Справедливости Готовы Терпеть Лишения Ради Другого Любовь Протягивает Руку Первой Любить Это Беречь Это Благословлять Заботиться Оберегать Репутацию Другого Хранить Завет Отдавать Себя Видеть Большее И лучшее В другом Давать Надежду Даже В темноте Давайте Помолимся Просто Лично Помолимся Пусть Ветер Духа Святого Сейчас Подует На вас И Ваше Сердце Наполнится Ароматами Любви Божьей Пусть Сердце Наполнится Ароматами Прекрасными Прекрасными Сложными Ароматами Духа Святого Ароматами Любви Божьей И Божья Любовь Она Покажет Вам Что Делать Как Поступать Как Вести Себя Дорогой Господь Мы Перед Тобой Мы У Твоих Ног Господь Мы У Твоих Ног И Мы Благодарим Тебя Что Ты Принимаешь Нас Принимаешь Нас Такими Какие Мы Есть Ты Принимаешь Нас Господь Дай нам Осознать Себя Принятыми Любимыми И Дай нам Господь Просто Отражать Свет Твоей Любви Дай Нам Внутри Нас Нести Это Добрый Огонь Это Пламя Настоящей Любви Которые Которые Не Не Зальют И Не Потушат Ни Реки Ни Воды Благослови Нас Поступать По Любви В Самых Разных Ситуациях Веди Нас Господь Веди Нас Ты Покажешь Нам Путь По Которому Ити Ты Просветишь Нашу Тьму И Ты Устроишь Нам Верный Путь И Это Путь Любви Спасибо Тебе Господь Спасибо Аминь И Я Хочу Еще Поделиться Одним Местом Писания Оно Мне В Свете Божьей Любви Оно Мне Недавно Открылось Это Послание К Висянам Третья Глава Это Молитва Это Молитва Апостола Павла Додаст вам С 16 стиха Додаст вам По богатству Славы Своей Крепко Утвердиться Духом Его Во внутреннем Человеке Верою Вселиться Христу В сердца Ваши Чтобы вы Укорененные И утвержденные В любви Могли Постигнуть Со всеми Святыми Что Широта И долгота И глубина И высота Пока Здесь Остановимся Знаете Когда Ты утверждаешься В любви Божией Это Приводит К единству К единству Церкви К единству Тела Христова И эта Любовь Она Помогает Нам Постигать Постигать Просто Проживать Жизнь Во всем Ее Многообразии И постигать Ее Постигать Что Широта Что Долгота Что Глубина Что Высота Все Это Постигать В любви Божией И В единстве И Уразуметь Превосходящее Уразумение Любовь Христова Дабы Вам Исполнится Всею Полнотою Божию А тому Кто Действующую В нас Силою Может Сделать Несравненно Больше Всего Чего Мы Просим Или О чем Помышляем Тому Слава В церкви Во Христе Иисусе Во все Роды От века До века Аминь И 20 стих Я недавно Обратила на него Внимание Мы Любим Говорить Что Бог Делает Несравненно Больше Того О чем Мы Просим Или Помышляем Но Обратите Внимание Здесь Написано А тому Кто Действующий В нас Силою Может Сделать Несравненно Больше Всего Чего Мы Просим Или О чем Помышляем Как Бог Молимся За нужды Молимся За то И Бог Вмешивается В обстоятельства Бог Меняет Обстоятельства Но Чаще всего Он Как Он Действует Он Действует Он Делает Больше Того О чем Мы Просим Или Помышляем Как Действующую В нас Силою Действующую В нас Силою Ибо Сокровище Сие Мы Носим В Глиняных Сосудах И Это Сокровище От Господа И Он Не Действует Помимо Нас Он Действует Действует В нас Действует В нас И Через Нас И Знаете Что Это За Сила Это Сила Любви Божьей Это Сила Могущества Божьего И Он Делает Больше Того О чем Мы Просим Или Помышляем Как Действующую В нас Силою Действующую В нас Силою Посмотри Может быть Здесь Может быть Здесь Ответы На твои Молитвы Просто Начни Поступать По Любви Просто Начни Поступать По Любви Просто Позволь Этому Течь Знаете Любовь Божья Это Можно сравнить Это Огонь Или Пламя Которое Не потушат Большие Воды Но Также Это Реки Воды Живой Это Реки Воды Живой Которые Должны Течь Течь Здесь Течь Между Нами Чтобы Мы Соединенные Чтобы Мы Укорененные В Любви И В этом Великая Сила Когда Любовь Божья Просто Течет Господу Ничего Не стоит Как Сказать Тебе Послушай Сделай Вот То-то Подойди К этому Человеку Подержи Его Что нам Нужно Просто Наше Чистое Сердце Ибо Чистое Сердцем Бога Узрят Когда Ты Приходишь Чистоте Сердца Господь Словно Твое Сердце Отражает Желание Его Словно Твое Сердце Оно Настолько Чистое И Прозрачное И Господу Так Легко Проговорить Тебе Ты Отражаешь Его Славу Знаете Самое Лучшее Что я Делала В своей Жизни Я Переживала Любовь Божию И Могла Ею Поделиться Моей Заслуги Здесь Нет Просто Когда Я Умоляюсь Тогда Возрастает Христос Внутри Меня И Это Прекрасно Это Прекрасно Давайте Не будем Тупиками Божьей Воды Божьего Духа Живой Воды Не Будем Колодцами Которые Которые Набиты Мусором Очистим Наши Сердца К Нелицемерному Братолюбию Очистим Наши Сердца Пусть Любовь Божия Течет Пусть Господу Легко Будет Течь Между Нами Аминь Аминь И сейчас Я хотела бы Привести вас Еще в один Сокровенный Момент Сейчас Будет Звучать Молитва Отче Наши Еще одна Молитва На Арамейском И давайте Мы То что Мы будем Сейчас Сделать Мы просто Побудем Нем Давайте Слушать Эту Молитву И быть Быть У ног Иисуса Молитву